Уважаемые гости, сегодня уже Ахмед Абы сказал, что Мабитская тетрадь, Музаджалия, является вершиной творчества поэта. Но для того, чтобы мы имели возможность читать эти стихи, многие люди, некоторые люди тоже приложили усилия определенные, пожертвовали где-то самым дорогим, кто-то жизнью. И вот выяснилось не так давно, что в городе Подольске проживает начатая племянница Нигмея Терегулова, которую я попросила... Нигмея Терегулов, кто не помнит, это один из людей, который привез Магипедскую тетрадь в Казань в связь писателей. Я попросила ее кратко рассказать о том, как это происходило. Но, к сожалению, сегодня она не смогла быть, как и уже говорили с ним Абдухан Драхманович и Иодус Нуревич, к сожалению. Так же ее релехом не получилось быть сегодня, но небольшой такой рассказ мы аудио записали. И я хочу представить сейчас вашему маму. Она рассказывает интересные подробности, которые мы больше не узнали. Я Алина Валерия Исламовна. Моя мама, девичья фамилия ее, Терегулова. Терегулова Батария Исуповна. Ее дядя, Игнать Терегулов, во время войны был тоже в тюрьме, сидел в Моабицкой тюрьме. В Моабицкой тюрьме, в той же тюрьме, где и Мусаджарий. Сидел. Он пытался оттуда бежать. Ему это вначале не удалось. Его там поймали, избили, бросили в подвал. В таком несможденном состоянии там. Очень себя уже, наверное, плохо чувствовал. Уже обессиленного. Обессиленным лежал в полуживом состоянии. Что голодные, сил не было там бегающих, бегающих крысы, которые начинали их там грызть. Не мог сил не было их даже отогнать. Ну, когда они вернулись из морщины и подумали, что он уже мертвый, его взяли и обратили в помойную яму. Утром работник кухни вынес ледо с помоями и вылез в эту помойную яму. Видимо, на него попала теплая вода и он застанал. Когда работник туда посмотрел, он узнал в нем своего односельчанина. Фамилия этого мужчины, Утяшев, по фамилии помню, а как зовут, еще не помню. Но как тетя рассказывала, что он был сыном гармониста, сельского гармониста деревни Каргалы Благоварского района. И после этого, когда стемнело, его вытащили, наверное, уже как работники столовой, его выходили, выкормили, спрятали. После чего он уже смог там убежать, ну, организовали его побег. Он, как я слышала, он был, воевал даже во французском регионе. И женщина по имени Мария помогла ему выехать оттуда. И когда он собирался уже уезжать, ему партизаны передали махабитскую тетрадь у Сыджалиля. И он под стилькой сапога привез эту тетрадь в Россию. Ну, зная, что на границе будут очень строго проверять все, при въезде в Россию, он вышел с этого поезда, в котором ехал, и уже на таких, на товарняках, каким-то, ну, спасаясь там, скрываясь, переехал, перешел к границу. Потом он пришел, приехал в Уфу, зашел к своей сестре, к младшей, Микерана Аппа, да, и передал ей тетрадь. После этого, там, в Чешню, по-моему, он вернулся в Чешмах, достался только поезда, все в поезд, и когда приехали уже в Уфу, он был чист, то есть при нем ничего уже такого не обнаружили, в тетради уже не было. После этого он вернулся, съездил в родное, там, село Каргалы, там, где все родственники во время войны. Собрались и жили. И потом уже, после Каргалы, вернулся, забрал эту тетрадь и поез тетрадь в Казань, чтобы передать. И там он передал эту тетрадь через женщину, как вот ее свали, не помню. Но в Казани его там кто-то увидел, или, короче, его там арестовали. Арестовали и объявили его врагом народа. После этого уже семья его не видел, он семью не видел. И никаких следов, где он находится, как он там, никто и ничего не знал. И когда даже жена просила, хотела отыскать его, вот это его младшая сестра, Микера Арбам, я разрешила его искать. Ну, наверное, все это делалось, с одной стороны, чтобы не набречь на себя какое-то подозрение, как на жену врага народа. Ну, конечно, женщина, бедная женщина, страдала в таких условиях, тяжелых условиях. После этого жила в какой-то коморке, в парламентном помещении. С сынами взяли в институт, объявив его, ну, сказав ему, что детей врагов народа мы не учим. Ну, несмотря на это, он закончил техникум, работу в мастерной свободе. Очень долгое время. Ну, вот, шел и свистник декабря месяца 2016 года, 2016 года. Ну, когда его, дедушку Никнея реабилитировали, то вернули ему честное имя. С сыном вернули его вещи. Там были часы, на остатки денег. Ну, и все. Этим дело вот и закончилось. Я встречалась, ну, не часто, но встречалась с его женой. Такая была хорошая, очень добрая женщина. Они познакомились во время учебы на юридическом факультете на РАП-факе. Собирались стать юристами. Ну, и вот война не дала осуществиться их замыслом. И такая тяжелая судьба оказалась в них. Ну, вот и все, что могу сказать. Скажите, а после реабилитации и возвращения имени, честного имени, вашего дяди, потом выяснилось, ну, как его жизнь закончилась? Что происходило? Что его расстреляли. Расстреляли, как врага народа. Все. В ссылке, да? Угу. То есть это стало известно. О фамилии этого мужчины, я уже говорил, наверное, который вытащил его из ямы, помог ему. Фамилия Утяшев. Утяшев. Вот такой интересный рассказ оказался. Ты много слушаешь и понимаешь, наверное, только часть, да, тех ужасов, какие происходили в этой тюрьме. И что потом люди переживали, если человек вернулся с войны. И один раз, увидев свою семью, больше никогда не имел возможности видеть, знать, что происходит, растить сына. С дочерью у него было два ребенка, сын и дочь. И дети еще очень долго расплачивались вот за то, что эта малышская тетрадь была вывезена и передана людям. Вот такая вот грустная история. И еще Лилия Ханум сказала, она не стала уже этого говорить здесь, просто она лично сказала, что вот наш, один из самых длинных ученых, Нигматуллин, они тоже имеют родственные отношения вот с Терегуловым. И им пришлось, да, брать фамилию одних из родственников своих, да, вот бабушки, если не ошибаюсь, вот для того, чтобы иметь возможность учиться и какие-то вот... Там получил статус. Они Терегуловы, Искандаровы, когда поступил в институт, он кончил, потом участвовал в атомном проекте, ядерное... Вот он взял имя отца, как фамилию, Нигматуллин, статус. Раз уж опять выскочил, то у меня есть к вам просьба ко всем. Давайте от имени нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней встречи обратиться к руководству национально-культурной автономии города Москвы, организовать экскурсию к месту, где попал в плен Мусач-Алиев. Это под Великим Новгородом, в 12 километрах, так называемое село Мясной Бор. Там огромные кладбища. Во-первых, там, кроме Мусы-Дялили, охоронены выходцы из Татарстана. Вторая ударная армия, которую сдал Бласов. И поэтому некоторые даже думают, а, Бласовская армия, ничего подобного. Бласов сдался, а солдаты продолжали воевать против немцев. Сдавшихся, вот, ни одного трупа, что он повернулся, пардон, спиной к врагу. Нет. Все вперед. Короче говоря, туда не мешало бы нам съездить, экскурсии организовать. Экскурсии здесь организуются в Касимов. Почему бы летом, за свой счет, мы скинемся, автобус есть у нас у одного человека, съездить в эти места. Мы мясной убор, вот эти комплексы посмотрим. И... И... Продолжение следует...